Танцуем вместе под эту песню, танцуем вместе под эту песню. Так, ну чего, давайте подведем итоги чемпионата России. Люди интересуются, спрашивают, как можно оценить чемпионат, выступление в дисциплинах во всех. Где все было здорово, где позор, как, так сказать, определить, где хорошо, где плохо. Ну, безусловно, в женской одиночной дисциплине и в парном катании все прекрасно, это лучше, ну, соревнований нету нигде лучше. Это вот единственное в мире, это вот это, по сути, и была Олимпиада. Все остальное, это то, что будет на остальных чемпионатах, это позор. Вот у нас, у нас это единственное, да. В мужском катании, конечно, все как обычно, тем не менее, прогресс был. Ну, прогресс был все-таки, если раньше четверной от прыжок, и все в слезах были от счастья, то сейчас уже два четверных в короткой программе. И в произвольной вон уже сколько. И не простые там, не тулупы, уже вон и риттбергеры, и флипы, кто-то луц пытается. То есть все замечательно в этом плане. Но проблема в том, что мужское катание, как я сказал, здесь нужно либо идеальное телосложение, либо уникальное. Идеальное телосложение, по примеру, как у Миши Каляды или Артуры Даниляна, но, как назло, у них проблема с другим. Либо какое-то уникальное тело, которое вот позволяет добиваться тех или иных преимуществ, как вот есть пластилиновый дрыщ из Японии. Вот он, да, именно потому что у него такое тело уникальное, его мужским телом не назовешь, но именно за счет этого он так прыгает. Либо совсем какой-то маленький, да, там гномик тоже в Японии есть. То есть вот в чем дело. Но эти тела нельзя называть хорошими мужскими нормальными телами. А если мы говорим про хорошее мужское обычное, обычное, про стандарт мужского тела, хрен вы нормально будете прыгать в фигурном катании. Никогда. То есть тогда здесь нужны именно хорошие пропорции, идеальные пропорции, как в случае с Мишей и Артуром. Ну и плюс дальше уже идет бонусом это владение коньком, музыкальность, артистизм, это все здорово. Но если мы говорим о стабильности, о том, чтобы именно стабильно прыгать благодаря физическим данным, то вот либо уникальное телосложение должно быть, либо идеальное. А если этого нету, то, как, например, Артем Ковалев, к сожалению, никогда не будет стабильным, но с таким телосложением, с такими пропорциями не получится, у него никогда не будет стабильным. У него страдания, каждый прокат это мучение. И чего ради, получать такие низкие оценки, ну, тут абсолютно ничего не сделаешь. А они могут, им дано, но у них проблема в нестабильность, у них именно не из-за психологии. Так что такие тут дела. Танцы на льду, ну, танцы, опять же, как я сказал, идеально было бы, безусловно, самый идеальный вариант, это поставить в пару Кацалапова и Букина. Они бы золото на всех соревнованиях брали вообще без, это гарантированно зона золота на каждом старте. Ну, нельзя так, не получится. А где вы найдете хороших партнерш, которые умеют кататься? Ну, нет у нас таких. Так вот, чтобы на хорошем уровне, на уровне вот этой Габриэлы, ну, кто? Никого особенно нет, поэтому у нас мало кто умеет кататься. Так что, ну, более-менее там вот бывает, где партнеры вытягивают партнерш, это вот Кацалапова и Букина, там да, у них вот получается это. Ну, а дальше в остальных парах, ну, как-то вот ни туда, ни сюда. Поэтому выбирают из худших, лучше из худших, кому как повезет. Диана, Дэвис, Глеб, Смолкин, ну, прогресс, прогресс именно в скорости, в легкости, в качестве исполнения элементов. Кто так делает вот эту вот совмещенную поддержку? У всех-всех криво, и там все равно, кстати, ставят плюс три ГУЕ, ну, там получается так, плюс три балла по сумме. А криво все сделано, это не мастерски, а у них именно мастерство в этом плане появилось, скорость. То есть, Глеб там делал настолько все здорово, и Диана стала легкой, быстрой, шустрой. Ну, а о чем здесь говорить? А кататься, ну, что там нету ребер никаких, ну, а что, а у кого есть? У кого есть, кроме Ушакова и Некрасова, которые непонятно, что сейчас как катаются? Владение коньком отличное, а ковыряние во льду безобразное. Как это возможно, это даже непонятно. Так что здесь о чем здесь говорить? Тоже все довольно обыкновенно. Ну, парное катание, две потрясающие пары, одна другой краше. Ну, и что интересно, вот если на протяжении вот этого сезона, до чемпионата России, и даже до вот этой произвольной программы, все-таки более убедительными выглядели именно Мишина-Голямов. На каждом старте они были лучше. А вот в произвольной программе ярче, более такое сильное впечатление, более убедительное. Больше было веры в этот прокат именно Бойков и Козловский. Так что это интересно, но в любом случае две пары потрясающие. Бессловно, они должны быть в командном соревновании. Кто катать будет коротко, кто произвольно, неважно, но они заслужили это. Это будет преступление, если эти пары не включат в команду, именно обе эти пары. Ну, а женская дисциплина, о чем здесь говорить, Камила Валиева, именно та фигуристка, за которого не страшно. От нее уверенность именно исходит, и очень хорошо. Давно такого не было, потому что, ну, бывает вот что, ну, допустим, вот что-то не получится, должна, нужна подстраховка, нужно что-то... С Камилой такого нет. То есть, Камилой все, то есть, сразу понимаешь, что... Ну, нельзя тогда сразу гарантированно золото и так далее. Но здесь уверенность в этом есть, и как даже спокойно. Внутреннее спокойствие ощущается от этого. Так что это замечательно. Ну, а что касается остальных, Саша Трусова, кстати, вот, например, тоже, ну, замечательно восстановилась после травм, будем надеяться, она не беспокоит ее больше. Тоже все довольно неплохо. Дальше там, да, вот сейчас вот то, что Аня Щербакова показала, ну, непонятно, что это было совсем. Вот будто бы подрубили крылья. Именно как назло на чемпионате России. Причем в прошлых сезонах было наоборот. На соревнованиях перед чемпионатом России она вот так вот ползала, приплелась, а потом на чемпионате России, как Феникс, она вот так вот светила и сияла, поэтому все выигрывала. А здесь как-то вот наоборот получилось. Ну, будем надеяться, что это просто вот такое стечение обстоятельств. Так что вот такие у нас дела, такие итоги, о чем тут говорить, все довольно очевидно и просто. Так что всех с наступающим, ну, и посмотрим, что там будет дальше, может быть, что-нибудь интересное. Надо, чтобы Новый год так хорошо прошел. Посмотрим, что можно будет сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok